Всем привет, друзья! С вами снова Зермет! И сегодня я разберу ваши твиты на форум, с которыми я проводил в своём телеграм-канале. Настоятельно рекомендую туда подписаться, ведь там очень много интересных новостей. Ну а также не забывайте оформлять подписочку на канал, ведь это очень меня поддерживает. Я очень хочу постараться добить тысячи подписчиков до лета. Не буду вас долго задерживать, и давайте сразу же начнём. Начнём с первого вопроса, а именно, какой ваш любимый костюм в игре? Первое место делят два финалиста, а именно два ваших любимых босса, Молтен, Фредди и Создание. Оба они набрали по шесть голосов в опросе и очень сильно оторвались от второго места, которое тоже делится тремя финалистами. С вашим мнением я полностью согласен, как костюм они хороши и заслуживают своего первого места. Возможно в игре есть что-то более интересное, но вы выбрали именно их. Давайте сразу же перейдём ко второму месту, которое делит уже три финалиста, а именно Лефти, Спрингбонни и Скраббэйби. Именно они набрали по три голоса, что и делаем второе место в нашем топе. Ну а финальное третье место с двумя голосами у каждого финалиста, среди которых даже очень спорный, а именно Афтон. Ну и вместе с ним туда попали Плюштрап и Фростберг. Честно говоря, я ожидал увидеть Афтона на более высокой позиции, но он получил мало голосов. Также упоминания костюмов, которые получили всего один голос. Тотем Паник, Голден Фредди, Этмер Балун Бой, Фантем Фредди, Мангл и Поп Голз. Теперь приступим к новому вопросу, а именно какая ваша любимая иконка? Было очень много предложений, ведь в некоторых ответах можно было заметить несколько вариантов. Но давайте рассмотрим финалистов первого места, а именно Афтон, Ортон, Скраббэйби и Плюшкрол. Вариант с Ортоном был очень очевиден, ведь разработчик стал очень часто её раздавать, что и, можно сказать, убило её редкость. Также Скраббэйби, неизвестно какой вид иконки, обычный или 3D. Но по мне, самая лучшая версия иконки это 3D. Ну что же, новый вопрос. Теперь он звучит так. Какой ваш любимый ивент? Начнём сразу же с победителя. Им оказался Фазбер Фанверс. В принципе, это было ожидаемо, ведь этот ивент очень понравился игрокам из-за коллаборации с популярными играми в их любимой игре Форсакен.Ар. Второе место занимают одни из любимых боссов комьюнити, а именно слизистая канализация и жуткие криптиды. Да, именно в нём появились два любимых босса комьюнити, Афтон и Молтон Фредди. Ну и последние места делят уже три финалиста. Бласт Фром Зе Пасса Спринг Бонни. Тут я полностью согласен, ведь именно этот ивент стал вентом после двух месяцев отсутствия разработчиков. Игрокам он понравился персонажем Спринг Бонни, который получил интересную механику, красивую музыку и хорошую анимацию. Также третье место занял недавний ивент, Новогодний Мороз. Да, он тоже вышел отличным, все скины получились отличными и мы их очень долго ждали. Также ещё один финалист, Свит Сюит. Я был очень удивлён, когда увидел его тут, ведь скины в нём... были такого себе качества. Кроме Эверсит Фрозбера, конечно. Ну и ещё один момент, который меня посмешил. Выбор игроков насчёт их любимого ивента, никакой набрал три балла. Я вас понимаю, это сложный выбор. Ну и ещё один вопрос. Звучит он так. Какой ваш любимый скин? Победитель очевиден, но давайте всё же посмотрим на ваш выбор. Первое место Киот Фрозбер, который получил 6 голосов и очень отрывается от второго места. Кстати о них. Второе место тоже делит три финалиста. Это Систем Эррор Той Бонни, Вуд Карвер Фантайм Фредди и Скраб Метал Той Бонни. Иронично то, что в этом вопросе ТБ занял второе место аж два раза. Последний вопрос звучит так. Какое ваше любимое ЦП? Начнём сразу с первого места и не будем задерживаться. Это Молтон Фредди, который набрал 8 баллов. Игроки аргументируют свой выбор так. Цитирую. Достаточно сложный, я люблю хардкор. Довольно сложная ЦП для своего времени. Механика задействует сразу несколько аниматроников. Идеальная смесь сложностей и фана. Я полностью согласен с вашим мнением. И сейчас Молтон Фредди это очень сбалансированный босс, который требует базовую ориентировку в пространстве. Что позволяет легко победить его, если вы знаете, что делать. Второе место занимает Голден Фредди, набравший целых 4 балла. Его считают интересным и уникальным среди боссов, ведь он воздействует механику нескольких персонажей за 3 фазы. Он является довольно лёгким, что и делает его одним из любимых. Ну и как вы думаете, кто же занял третье место? Ну а пока вы думаете, я вам отвечу. Это создание. Очень ожидаемый персонаж в этом топе. Игрокам он нравится своим музыкальным сопровождением и первой фазой, которая требует достаточно много внимания. И не каждый игрок сможет с ней справиться. Ну а на этом всё, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы оставляли ваши ответы и мне было очень приятно их анализировать. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, ведь все интересные новости находятся именно там. Ну а с вами был Зармет. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok